Блеск ночного Днепра, сад Плюшкина и Бакенбарда Ноздрева. Все это так и просится со страниц книг, прямо-таки под кисть и карандаш. Рисунки к произведениям появлялись еще при жизни писателя, хотя сам он к этому относился скептически. Гоголь в изобразительном искусстве разбирался хорошо и даже сам увлекался как любитель и посещал натурный класс Академии художеств. Обложка первого издания «Мертвых душ» литографировалась по собственному эскизу писателя. Гоголь относится к числу тех писателей, творчество которых очень хорошо перекликается с изобразительным искусством. У него был исключительно пластический изобразительный дар и не случайно он остается одним из популярнейших у иллюстраторов авторов. Среди экспонируемых на выставке произведений зритель найдет классические, пожалуй, самые известные акварельные иллюстрации Баклевского из середины 19 века. Здесь галерея портретов Плюшкин, Коробочка, Чичиков, карикатурная физиономия, которых по сей день задают восприятие этих персонажей. К тому же периоду относятся листы из альбомов «К вечерам на хуторе Блездиканьки». Литографии выполнены ведущими мастерами того времени, в первую очередь Маковским, в мастерской которого они печатались ограниченным тиражом. Есть и дополнительный материал, иллюстрирующий биографию Гоголя, портреты его младших и старших современников. Огромное место, как вы знаете, в его литературной судьбе сыграло знакомство с Пушкиным, Шуковским, в тот момент, когда он приехал из Неживы в Петербург, а также пейзажи тех мест, которые были Гоголю близки, важны. Это и Киев, и Рим, где писались мертвые души. Разумеется, Петербург, который стал одним из полноправных героев его творчества. К началу 20 века относятся гравюры Фаворского, например, иллюстрации к Ивану Федоровичу Шпоньке и его Они считаются хрестоматийным примером отражения гоголевского гротеска в графике. Здесь и гуаши Пластова с картиной «Лунной ночи» и пять литографий Кибрика к повести «Портрет». Целый раздел экспозиции посвящен Шинели. Работать выставка будет до 12 мая. Надеемся, что выставка будет интересна всем. И тем, кто знает тексты Гоголя буквально наизусть, и тем, кто только начинает его читать, и тем, кто, может быть, еще не успел этого сделать. Но, мы надеемся, захочет, прогулявшись по постречным залам. Первое впечатление от картин – будто свежий ветер подул и развеял волосы. Весенний ветер. Так выставка и называется «В ожидании весны». В этой галерее я предложила зрителю ожидать весну вместе со мной. Нам всем уже очень хочется весны. А весна ассоциируется у нас с несколькими праздниками. Это и 8 марта, это и Пасха, и, конечно, День Победы. И вот в этой экспозиции я объединила такие начала, как мужское начало. Скоро 23 февраля. Я всех поздравляю тоже мужчин с таким праздником, очень значимым для нас. И, соответственно, женское начало – это цветы. Поэтому вот мы все ждем весну вот с надеждой, с надеждой на красоту, на цветение и на победу. Контраст, тем, мужественные фигуры атлетов и рядом нежные яблоневые цветы. В общем, выглядит весьма гармонично. Я называю это современный экспрессионизм, экспрессия. Я очень люблю цвет, люблю современное искусство. Мне всегда интересны стили граффити в том числе, поэтому я использую здесь такую смешанную технику, как классическое масло, так и акриловые баллончики в том числе. Люблю цветы писать. Цветы у меня разные, разных сезонов, но вот именно этой выставке представлены только весенние цветы. И, конечно, цветение весеннее, оно связано с цветением яблонь. Вот эти цветы я увидела в Коломенском монастыре, в монастырском саду, и они меня поразили своей какой-то трепетностью, вообще хрупкостью. Ведь цветы яблони, в них много заложено и романтизма, надежды, легкая грусть. Такое искусство не может остаться незамеченным. Масштаб художницы оценивают все ее коллеги. Она крупный рязанский художник, современный художник. Еще не совсем известный, так сказать, но это все впереди, потому что у нее своя манера, у нее свой взгляд на искусство, на творчество. Она ответственна в своем творчестве, очень ответственна. Может быть, даже излишне, я бы, может быть, похулиганил побольше. Но вот она такая. Интересно и то, что при особой стилистике творчество Натальи весьма разнообразно. Это просто разноплановый уже художник, взрослый, самостоятельный. У Натальи есть вот и цветы, вот этот вот цветущий вот этот сад. Это просто необыкновенные работы. Радостные, счастливые. У нее очень много натурных работ. У нее есть композиции станковые, которые как бы фигурные. То есть это вообще уже совершенно такое взрослое искусство. Ну, и самое главное, наверное, что у нее работы несут радость. В нашей жизни это необходимо. Наталья преподает в художественном училище и тому же учит своих студентов. Смелости выражения и гибкости в этом динамичном мире. Классическая, академическая и музыка из кинофильмов. Бал прошел под аккомпанемент Камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина. Помимо танцевальной части была и концертная. Руководитель оркестра в интервью отметил искушенность рязанской публики и поделился творческими планами коллектива. Мы изучаем сейчас публику Рязани. Она действительно искушенная, потому что в городе звучит очень много хорошей музыки. Публика образована и очень чутко. Поэтому мы хотим показать для рязанской публики не просто какие-то формальные произведения. Но сейчас мы готовим серьезные произведения. Это шнитки, концерт для скрипки с оркестром. Практически записи не существует этой музыки. Выдающийся гениальный композитор. Танго, гранд-марш, котельон и фигурный танец. Для того, чтобы попасть на торжество любви, пары зарегистрировали свое участие заранее. Кстати, тем, кто в этом году отмечает юбилей совместной жизни, вручили благодарственные письма. Одной из таких пар стала семья Калининых. Наталья и Валерий в браке уже 40 лет. Летом планируют отпраздновать рубиновую свадьбу. Именно благодаря танцевальному искусству пара и сохранила глубокие чувства друг к другу на долгие годы, рассказывают сами влюбленные. Так что, узнав о мероприятии, Калинины ни минуты не сомневались в своем участии. И даже не верится, что столько прошло лет. Тем не менее, любовь – самое главное в семье. Любовь требует труда и жертвенности. Совсем случайно мне подруга прислала и говорит – это для вас, потому что мы пара танцующая. А вот София и Артем Гостян стали семьей официально всего два года назад. Но и за это время они успели освоить тонкости и узнать секреты крепкой любви. В чем наша любовь? Наверное, в уважении, взаимопонимание, то, что умение слышать всегда друг друга и находить какой-то компромисс. Я листала контакт, там вылезла реклама ЗАГСа, что набирают пары. И как оказалось, мы прыгнули в последний вагон, это был последний день подачи. Мы вообще даже честно по приколу, я ему такая говорю – пойдем. Он такой говорит – да, конечно. И вот пришли. Вообще, это была моя давняя мечта, потому что губерновские балы в Рязани проводятся давно. Ну, так складывалось, что я была всегда без пары. И я говорю – это должна существовать моя мечта, чтобы я закрыла свой гештальт. Бал влюбленных в ЗАГСе проходит впервые. По словам сотрудников Дворца торжеств, праздник весны и любви планируют сделать ежегодным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова